Здравствуйте, в эфире ДПС, студия Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. Самоубийство или хроническая усталость? Фуру разорвало при аварии на части. Из тени в свет. Инспекторы растонировали сотни иномарок в Новосибирске. Двухколесному транспорту отдельные полосы. Какой ширины должна быть велодорожка по ГОСТу? Начинаем программу с обзора ДТП, которые произошли в Новосибирске и области за прошедшие 24 часа. 23-летний мужчина на фокусе не пропустил попутку, когда проезжал регулируемый перекресток на Петухово в Новосибирске. Иномарка врезалась в Форестер, который следовал со стороны Бердского шоссе на Кирово. У владельца Субару перелом ноги. Пенсионер на Вазе нарушил правила проезда пешеходного перехода, когда двигался по Жуковскому на Ереванскую. Под колеса отечественной легковушки попал мужчина, который получил множественные переломы. Еще один пешеход попал под машину, когда переходил проезжую часть в зоне нерегулируемой зебры. Тойота Королла затормозить не успела. У пострадавшего мужчины сотрясение головного мозга и перелом бедра. Владелец Понтиака спровоцировал серьезное ДТП на Машковской трассе. Он ехал на Универсале и Сокуров в Новосибирск. Решил обогнать попутку, выехал навстречку, но вернуться в свою полосу уже не смог. Иномарка въехала в «семерку». Два человека попали в больницу с серьезными травмами. Пьяный автомобилист решил покататься на Сузуке по Коченевскому району области. На технологической дороге слишком сильно разогнал свой автомобиль, но не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Пассажирка иномарки попала в больницу с рваной раной на лице. Молодой байкер получил перелом основания черепа в результате ДТП на Балтийской в Новосибирске. Мотоциклист направлялся в сторону Вахтангова. Его не пропустил мужчина на Хонде Аэрвейф, который выезжал из парковочного кармана и поворачивал налево. Водитель большегруза трагически погиб в жутком ДТП в Новокузнецке. Инцидент попал на записи камеры. Фура на огромной скорости влетела прямо в Стеллу с названием города. Шансов выжить у водителя не было. Удар был настолько мощным, что автомобилиста разорвало на части. Примечательно, что тормозного пути у машины нет. Это свидетельствует о том, что водитель либо уснул, либо целенаправленно въехал в Стеллу. Как только во всех городах страны появятся велодорожки, то скорость движения для машин ограничит до 40 км в час. Такие предложения высказали представители Министерства транспорта. Эксперты говорят, если водители пересядут на велике, пробок в мегаполисах не будет. К слову, велодорожки будут нескольких типов. Для езды по городу, по селам и на короткие дистанции. По предварительным данным, ширина тротуара не должна быть меньше трех метров. При этом полтора метра должно быть выделено именно под велосипед. Кстати, уже скоро в ПДД должен появиться и знак «Велосипедная зона». Законопроект сейчас рассматривают в правительстве. Как только поправки примут, знаки установят во всех городах и населенных пунктах. Уже известная информационная табличка будет прямоугольной. В центре нарисуют синий круг, а в нем изображение велосипеда. Жители России стали все чаще покупать автомобили в кредит. При этом уровень заработных плат остается на той же отметке, что и в 2014 году. Аналитики подсчитали, во втором квартале 2018 года россияне приобрели больше 208 тысяч машин в долг. Чаще всего транспортные средства приобретают в Перми, Башкортостане и Челябинске. А вот в Подмосковье автомобили в кредит покупают редко. Всего лишь в 26% случаев. Сотрудники ГИБДД провели рейд против тонировки стекол автомобилей и выявили многочисленные нарушения. По закону лобовые и боковые стекла могут быть затонированы только на 25%. Любители тонировки, у которых стекла в машинах не соответствуют ГОСТу, могут получить не только штраф в размере 500 рублей, но и лишиться регистрации автомобиля. В городе Новосибирске ежедневные экипажи ГИБДД работают по выявлению административных правонарушений, водители которых затонировали свои стекла. И в данный момент они не соответствуют ГОСТу. Специальный замерительный прибор прикладывают к подозрительному участку, причем в трех местах, чтобы исключить какую-либо погрешность. Владелец Лексуса не находит в тонировке ничего криминального. И за все время езды с тонировкой его остановили единожды. С неохотой водителю все же приходится, вооружившись подручными средствами, избавиться от пленки на месте. Я считаю, что тонировка не преступление. Главное – здоровье. С приходом тепла нарушителей стало гораздо больше. Вот и водитель Тойоты утверждает, что тонирует стекло своего автомобиля только в летний период. Исключительно в целях борьбы с палящим солнцем. От солнца защищаются, я же говорю. От солнца? Конечно. А часто вообще растонируют? Первый раз. Первый раз за все время? Да. Какие же еще причины придумывают водители авто, только бы оправдать правонарушение? Тонировка давно стала причиной для споров. Одни возмущаются вторжением в частную жизнь, а другие при виде загадочного авто с черным покрытием стекол испытывают чувство недоверия. Якобы водитель что-то скрывает. Основные фразы водителей, которые управляют транспортными средствами, затонированными стеклами – это «мешает свет» либо «не хочет, чтобы его другие видели». Но это не оправдывает водителей. Это все-таки административное правонарушение. Наличие тонировки только на первый взгляд пустяковых расступок. На деле, если водитель не устранит ее, то номера могут объявить в розыск и аннулировать регистрацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok